В эфире Вести Ульяновск. В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Безопасность и сбережение. Основные вопросы повестки дня аппаратного совещания в областной администрации. История страны снизу вверх. В Ульяновской области создали отделение российского исторического общества. Незаконное фермерство накрыли наркополицейские. В Ульяновске ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли. Сегодня в областном правительстве прошло аппаратное совещание. В центре внимания оказались вопросы продовольственной безопасности и энергосбережения. На заседании также заслушали информацию от руководителей социального блока правительства. Эдвард Истомин подробнее. В отсутствие Сергея Морозова заседание ввел Александр Якунин. Первый заместитель губернатора начал с текущих дел, а затем перешел к теме продовольственной безопасности. Упор делался на ценообразование. Отдельный элемент, к сожалению, всегда были у нас те, кто хочет поживиться. Поэтому дело в чем. Самое главное вовремя эти моменты все отслеживать. Если причин для каких-то скачков нет, то допускать их нельзя. Вильдан Зинуров поднял тему энергосервисных контрактов для бюджетных учреждений. Речь шла о качественной подготовке конкурсной документации, а еще о поиске инвесторов. Экономическую выгоду уже посчитали. Те объекты, которые мы планируем провести, энергосервисные контракты, позволят привлечь в бюджетную сферу порядка 14 миллионов рублей. И это должно принести нам на время реализации контракта порядка 17 миллионов экономии. Экономический блок вопросов сменил социальный. Область готовится к проведению второго трудового форума. Он продлится два дня. На форуме обсудят первый в России проект стандарта достойного труда, который разработали в нашей области. Будут и другие мероприятия. Будет работать выставка с интерактивными площадками, где мы представим интересный опыт Ульяновской области в развитии системы дуального образования. Будет проведена ярмарка вакансий и также различные мастер-классы по обучению профессиональной ориентации, психодиагностика. На совещание подвели итоги областной акции «Запишись в спортивную школу». По словам Сергея Кузьмина, это была не просто запись новых воспитанников в секции. Это было активное вовлечение ребят в спорт. Во всех специализированных детско-юношеских школах образовательный процесс на сегодняшний день бесплатный. Ключевая позиция, что зарплатная плата, средства на существование и деятельность детско-юношеских спортивных школ – это приоритет бюджета. Благодаря акции к спорту удалось дополнительно привлечь около 9 тысяч воспитанников. В этом году география спорта сильно расширилась. Во многих районах открылись физкультурно-оздоровительные комплексы. Эдуард Истомин, Борис Шибалдов, Вести Ульяновск. В Ульяновской области создали отделение Российского исторического общества. Первое заседание состоялось в областной библиотеке имени Ленина. Создание исторического общества может стать новым идеологическим символом. Историю страны нужно писать не сверху вниз, а снизу вверх, считает председатель законодательного собрания Анатолий Бакаев. Нужно собирать сведения с места и создавать историю большой страны. Тогда она будет более живой, интересной и не станет расходиться с реальными фактами. Здесь в художественном течении, значит, ведь тот же Карамзин, в общем, он же черты памятники стилы. Считаю, что проект очень интересный и нужный. Прежде всего, потому что давно назрела пора объединить всех людей, которые занимаются в той или иной степени исторической проблематикой. Основными исследовательскими направлениями исторического общества на ближайшее время станут подготовка и проведение 250-летия со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, изучение советского периода истории страны в рамках создания музея СССР, подготовка к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и воспитание патриотизма подрастающего поколения. И в первую очередь это формирование личности ребенка через формирование у него гражданственности, патриотизма. Тех понятий, которые сейчас в последнее время стали особенно актуальны, это понятия региональной и общей гражданской идентичности. Поэтому эти проблемы, они всегда оставались важными и значимыми, и в первую очередь для учителей истории. В самое ближайшее время региональное отделение Российского исторического общества приступит к разработке концепции исследования и популяризации историко-культурного наследия Симбирского Ульяновского края. Задача специалистов – встроить краеведческие исследования нашей области в общероссийский контент. Создатели не скрывают, что отделение РИО – это способ заявить о себе. В Ульяновске ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли. Наркополицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность преступной группы. Ее члены занимались выращиванием, изготовлением и сбытом на территории Ульяновской области марихуаны. Причем за незаконное хранение более 24 килограммов растительного наркотика участники этой группы были задержаны ранее. В результате проведенных обысков в арендованных ими гаражных боксах, расположенных на территории города Ульяновска, обнаружены и изъяты наркотическое средство марихуана массой более 1 килограмма, пакет с семенами конопли массой 320 граммов и горшки с грунтом, в котором находились почти 90 растений конопля. Кроме того, было обнаружено оборудование для их выращивания. Сейчас задержанным предъявлено обвинение в культивировании и хранении, а также приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства марихуаны в крупном размере. В отношении одного из молодых людей избрана мера пресечения заключения под стражу, другого отпущен под подписку о невыезде идет следствие. После рекламы смотрите выпуски. В гостях у батюшки побывали ульяновские педагоги, о чем говорили с ними священнослужители. Расскажем в выпуске. Фантазии превращаются в мечты, мечты в реальность. Бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады принимали гостей. Яблочная ярмарка, большая торговля на Большом проспекте. Сельхозпроизводители представили свою продукцию в Заволжском районе. В эфире «Вести» продолжаем выпуск. В минувшие выходные в России отметили День гражданской обороны. Точка отчета в истории создания и развития праздника принята считать 4 октября 1932 года. Именно в этот день Совет народных комиссаров Советского Союза принял постановление об утверждении положения противовоздушной обороны на территории СССР. В Ульяновской области подготовка ко Дню гражданской обороны началась задолго до самого праздника. Одним из основных направлений стало образовательное. Во многих учебных заведениях во время месячника, посвященного ГО, прошли занятия. Не стало исключением и седьмая школа. Тем более, что здесь обучаются будущие сотрудники МЧС. Это же мужская профессия в основном. То есть формирует, во-первых, настоящего мужчину. У нас как раз были преподаватели очень хорошие, которые помогли сформироваться в сложный, вот как раз подростковый период из меня настоящего мужчины. Если Альберт Малямов стал кадетом по воле чиновников, пришел учиться в обычную общеобразовательную школу, а сейчас заканчивает специализированную, то Валерия Бигас осознанно сделала выбор в пользу будущей профессии. И мне очень нравится военная общая деятельность. Я очень хочу быть военным психологом. Я перешла в эту школу четыре года назад, и я сразу решила, что мне стало очень интересно это. И я подумала, что мне будет дальнейшее обучение, будет очень интересно. Занятия, посвященные гражданской обороне, провели не только в учебных заведениях. Сотрудники МЧС встретили праздник на рабочих местах. В выходные прошла традиционная всероссийская штабная тренировка, во время которой по всей стране провели различные практические мероприятия. Ликвидация условных чрезвычайных ситуаций. Ульяновские отрабатывали ЧС на одной из тестов. Здесь практически будут отрабатываться то, что у нас будет выведен из строя элемент жизнеобеспечения, в частности ТЭЦ, как элемент. Соответственно, будут привлечены расчеты сил и средств. Это и наши подразделения, и подразделения полиции общественной безопасности, соответственно, и коммунальные технические службы. Конечно, техногенная авария – это только условность, которую спасатели отыграли в рамках проведенной штабной тренировки. В учениях приняло участие несколько десятков единиц техники и личный состав не только МЧС, но и целого ряда других ведомств. А это значит, в случае реальной ЧС все службы будут готовы. Мероприятие же в рамках Дня гражданской обороны закончится только 8 октября. Подведением итогов. Мария Пугачева, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. В гостях у батюшки вновь побывали педагоги области. Минувшие выходные в рамках одноименного проекта больше тысячи педагогов собрались в храмовом комплексе «Силаарская». О чем говорили с ними священнослужители и как поздравили их с профессиональным праздником, Днем Учителя, об этом наш следующий репортаж. Субботнее утро, солнце и легкий морозец. Встречу начали с молебна на крыльце храма Святой Блаженной Ксении Петербургской. В канун Дня Учителя Владыка поздравил гостей с праздником и отметил тех, кто в своей работе уделяет большое внимание именно нравственному воспитанию. Пожалуйста, у вас большая ответственность начальной классы. Это фундамент детей. Светлана Комина из Новоульяновской первой школы. Она сама выбрала для внеурочной деятельности преподавание основ духовности. Конкурсы, религиозные праздники, подготовка презентаций. Формы самые разные. Дети, хочется сказать, и родители тоже с интересом включаются в работу, поддерживают меня в этом направлении. И все эти мероприятия помогают организовывать. То есть, хочу сказать, что родители и дети с легкостью принимают этот материал. С душой готовлюсь к этим занятиям. Но стараюсь, чтобы дети тоже были с душой. Затем говорили о главном. О важности приобщения подрастающего поколения к ценностям рода и семьи. О воспитании патриотизма, любви к родине. О чести, совести и вере. О понятии и принятии заповедей. Если мы небрежно относимся к нравственному воспитанию наших детей, то пройдет совсем небольшое время. И, к великому сожалению, они станут на различные должности и будут руководить нами. Присоединился к словам Владыки и глава региона. Инвестирование в души детей. Так он назвал труд присутствующих. Именно в руках педагогов, по его словам, находится будущее любого государства. Если действительно у этого настоящего будущего страны появится хоть какая-то маленькая трещинка, то туда сразу начнут поступать совершенно чуждые для нашего народа, для нашей духовности, для нашей культуры знания или псевдознания. Так, наверное, будет правильно сказать. И тогда наступит то, что происходит во многих уголках мира. В том числе и в братской для нас Украины. Учителя в гостях у батюшки. Это лишь часть большого проекта арских чтений. Его название «Возродим Русь святую» говорит само за себя. Шестой год на территории храма проводят круглые столы и семинары. На этот раз Владыка ответил на все вопросы гостей лично и пояснил. Сейчас, как никогда, крайне важно привлекать к духовному воспитанию детей служителей церкви. Сейчас интернет есть, и можно, если есть желание обращаться в епархию, батюшку местного за полу, за бороду не надо, больно будет. А за полу берите и скажите, ну-ка давайте, если батюшка что-то неактивен, пишите прямо мне, пишите мне прямо. Если священники неактивны по отношению к введениям основ православной культуры. А это храм преподобного Сергия Радонежского на территории Увауга. Его построили в честь святого покровителя всех педагогов и открыли в День Учителя. На праздник храм осветили. Службу провел митрополит Симбирский и Новоспасский. Елена Гончарова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Кадеты башкирского кадетского корпуса побывали в гостях у 31-й десантно-штурмовой бригады, которая, напомню, дислоцируется в Ульяновске. За ходом встречи солдат и тех, кто пока лишь мечтает о вооруженных силах, наблюдала наша съемочная группа. Глядя на точный солдатский шаг, что перед тобой, по сути, школьники не верятся до последнего. Обычная с виду экскурсия в воинскую часть для них настоящее событие. Тем более, что речь идет о ВДВ, куда уже сейчас мечтает попасть каждый второй воспитанник кадетского корпуса. В том году был отбор, но в этом году выбрали всех, решили всех просветить, что такое вообще 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада и суворовское училище, где мы проживали вчера. Кадеты побывали в музее бригады и даже на стрельбищах. Правда, занятия в этот день здесь не проходили, а в свое время десантники решили посвятить гостям из Башкирии. Прямым огнем, так непосредственно рукопашный схват. Для этого к нему присоединяется штык-нож. Лекцию дополнили возможностью поддержать боевое оружие в руках, что, как и ожидали хозяева, оживило обстановку. Как рассказывают педагоги, визит в части для корпуса почти вошел в учебную программу. За год только этот кадетский корпус выезжал на экскурсии по четыре раза. После таких поездок патриотизм возникает. Они видят, что армия перевооружается, армия живет, армия процветает, будем так говорить. Им показали вооружение, рассказали про быт в полевых условиях и даже устроили демонстрацию рукопашного боя. Приедут ли они сюда еще раз, неизвестно. Но вполне возможно, что через какие-то пять лет часть этих ребят будет служить в рядах ульяновской бригады воздушно-десантных войск. Игорь Котов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В минувшие выходные в Ульяновске прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз торговля развернулась в Заволжье на широком проспекте Ульяновском. Места было много и как раз, кстати, сюда съехалось рекордное количество автомобилей с продукцией 385. Подробности далее. На этот раз традиционная ярмарка стала тематической. На входе каждому угощение румяное яблоко от местных производителей. Глава региона попробовал урожай, привезенный из Чердоклинского района, и решил, что эти яблоки достойны первых полок городских магазинов. Но предприятию нужна поддержка. И эту тему обещали обсудить в ближайшем будущем. Традиционно отлаженно работали на ярмарке все социальные службы. Не обошлось без приятных сюрпризов. В штабной палатке Сергей Морозов вручил пенсионерам сертификаты на прохождение санаторного лечения. Также он раздал коллегам несколько поручений. Их предстоит реализовать главе городской администрации. Это, конечно, присутствие районов, тематика района. Это условно называют Старомайинский район, глава района. Вот тот продукт, который они сегодня привезли, качественный продукт. Должна быть реклама, дегустационный стол. Также важной частью ярмарки должна стать культурная программа. Ну а в конце каждой ярмарки глава региона предложил награждать лучшего продавца товаропроизводителя. Анна Панова, Елена Гончарова, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. О погоде далее. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...